Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ИТОН ТВ, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. Накануне российского государственного праздника, дня национального единства, официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что правозащитнику Ермеку Тачебекову, приговоренному в Казахстане к 7 годам колонии строгого режима по статье его «Разжигание межнациональной розни», отказано в получении российского гражданства, поскольку он имеет неснятую судимость. При этом Мария Захарова скромно умолчала о том факте, что Ермек Тачебеков сужден за защиту прав русскоязычных граждан Казахстана и придание гласности фактов русофобских настроений и притеснения русских в Казахстане. А с нами на связи из Крыма известный общественный деятель, депутат Верховной Рады четырех созывов, кандидат в президенты Украины Олег Анатольевич Сарев. Олег Анатольевич, рад вас приветствовать. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Олег Анатольевич, я хочу процитировать фрагмент из поста, который вы разместили в социальных сетях по поводу Ермека Тачебекова. Цитата. «Казах выступал за права русских. Точно, романтик. Не русский МИД, не Россотрудничество, а казах Ермек Тачебеков. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды и посадили. Посадить за разжигание вражды человека, который выступал за дружбу, это особый цинизм». Ермек, наверное, рассчитывал на помощь российского МИДа. Еще раз повторюсь. Романтик. Конец цитаты. Олег Анатольевич, за что вы так не по-доброму про российский МИД, про Россотрудничество? Может быть, решение МИДа по Ермеку Тачебекову, которое было озвучено Марией Захаровой, это какая-то досадная ошибка, которая в ближайшее же время будет каким-то образом, найдут вариант, способ исправить, и Ермек окажется на свободе? Или я тоже романтик? Во-первых, проблема системная. Я неоднократно занимался тем, что вытаскивал, помогал, спасал ребят, которых подавали в розыск на Украине, за те еще дела, связанные с Майданом, и которых Россия собиралась выдавать на территорию Украины. Да, я подключал народных депутатов, своих друзей. Я почти 20 лет был народным депутатом, у меня много друзей. Константин Затулин очень активно вмешивался. Наташа Поклонская, другие ребята, были просто массовые запросы, обращения народных депутатов, которые не просто писали письма, ходили, бивали пороги, и практически всех, за кого я вступался, мы смогли отстоять. Отстоять-то смогли отстоять. Но из-за уголовных дел, которые возбуждены на Украине, в российском законодательстве есть такая графа, что если против человека возбуждено уголовное дело, или он находится в розыске в третьих странах, то российское гражданство не предоставляется. Вот эти люди сейчас находятся здесь, в Российской Федерации, без гражданства, и чувствуют себя достаточно неуверенно, потому что вдруг что-то поменяется, вдруг как-то ситуация качнется в другую сторону, они не могут быть уверены в том, что Россия будет их защищать. О том, что в следующий раз, когда какой-то будет очередной запрос с Украины, их не выдадут в Украину. А по Ермеку мы с ним списывались на фейсбуке, мы с ним созванивались, еще когда он не был арестован, поддерживали с ним связь, к сожалению, когда он сейчас его осудили и поместили в тюрьму, связи у меня с ним нет. Но ситуация, конечно же, вопиющая, особенно на фоне того, как я видел, как это происходило на Украине, каким образом Соединенные Штаты, Европа вступались за политиков, правозащитников, которые занимали вот такой проевропейский или антироссийский курс. Работали неправительственные организации, выделялись гранты. Если в кои веки Юлию Тимошенко в свое время Янукович поместил в тюрьму, то Меркель, посещая Украину, заезжала в тюрьму к ней. Послы европейских стран, Соединенных Штатов делали обращения. Ну, вот поддержка была всесторонняя. И я не знаю ни одного случая, чтобы Российская Федерация вступалась за каких-то политиков или политических деятелей, или общественников, правозащитников, которые занимали пророссийскую точку зрения на Украине. Поэтому вряд ли как что-то поменяется по Ермеку, по Казахстану, если мы видели такую же ситуацию в Украине. Вот примерно в то же время, когда Юлия Тимошенко попала в тюрьму, Василий Волга, политик, был арестован и получил срок в Украине. И ни один российский политик, ни при подписании каких-то газовых соглашений, Харьковских соглашений, нигде его фамилия не упоминалась. Сейчас благодаря Майдану он вышел на свободу, такая вот шутка-история, и занимает все ту же пророссийскую позицию. И все так же он сейчас терпит невзгоды в связи с своей позицией. Олег Анатольевич, я хотел зацепиться за то, что вы сказали в самом начале, отвечая на мой вопрос, вспомнили Константина Затулина, вспомнили российское законодательство, которое не позволяет. А может быть попросить Константина Затулина как депутата внести небольшое изменение в закон этот, где одной бы строчкой было записано в случае, если уголовное преследование не политически мотивировано. Это решение проблемы. Почему это нельзя сделать? Достаточно часто вот была организация «Оплот». Был Евгений Жилин, который сбежал из Украины, который очень активно участвовал в акциях против Майдана. Да, он возглавлял бойцовский клуб, да, ребята, которые входили в этот бойцовский клуб, не всегда действовали по закону. Но это была достаточно такая мощная сила, с которой приходилось считаться. И практически всех его заместителей убили на Украине. Евгения Жилина убили в Подмосковье. Уже на территории Российской Федерации. Я знаю, что силовые структуры этим занимались. Я знаю, что ниточка велась к Авакову. Вот другого его заместителя, Сергея Петровича Михайличенко, по запросу из Украины, было придумано уголовное дело, возбуждено, да, это не политическая статья, но Аваков лично выступал на пресс-конференции, под камеры давал поручения разобраться с Сергеем Михайличенко, что акцентировал на то, что этот человек занимал очень такую, скажем так, активную позицию во время Майдана. И мы его буквально спасли, уже все документы были у него на выдачу в Украину. И его поместили в СИЗО. И Константин Затулин три раза подходил к Колокольцеву и объяснял эту ситуацию. В конце концов, журналисты подписали все сайты, все, вот поднялась такая волна. И офицер ФСБ, который Сергея выпускал, пришел, вручил ему документы, говорит, я очень за вас рад. Говорит, буквально чудом, говорит, что вот в последние, буквально в последние дни пришли документы на то, чтобы вас отпустить из-под ареста. Но гражданство он так и получить не может. Несмотря на то, что тоже Константин Затулин очень активно писал запросы, подходил и сказал, что да, системная проблема, и эту проблему надо решать. Но так она и не решается. Олег Анатольевич, я как раз хочу воспользоваться тем, что вы находитесь в Крыму, и напомнить один известный лозунг. Этот лозунг родился именно во время Крымской весны в 2014 году. Лозунг очень простой, русские своих не бросают. Вот отталкиваясь от того, о чем вы рассказали, сегодня этот лозунг в России в самой пересмотрели? Ну, надо понимать, что русский – это такое очень широкое понятие. Да, конечно. Я считаю, что это больше, чем национальность. Скорее всего, это принадлежность цивилизации. Можно быть евреем русским, можно быть азербайджанским русским, можно быть украинцем русским, тем более украинцем русским. Совершенно верно. А можно быть россиянином, а не быть русским. К сожалению, так. И вот крымские судьи, здесь было несколько судебных процессов, когда люди выдавали на Украину, выдавали и убивали в украинских тюрьмах после этого. И я тоже писал посты по этому поводу, не снятся ли этим судьям, не будут ли сниться кровавые мальчики, да. К сожалению, так. Олег Анатольевич, я позволю себе процитировать еще одну цитату из вашего поста, как раз именно об этом. Вы пишете, я считаю, что русский – это не национальность, русский – это состояние души. Что бы по этому поводу ни говорило российское законодательство, я считаю, что Ермек Тайчебеков – русский. А вот в том, что русскими являются те ответственные чиновники Российской Федерации, которые по долгу службы должны бороться за права русских, но палец о палец по этому поводу не ударили. Я не уверен. Конец цитаты. Я хочу оттолкнуться еще от того, что вот этот пост ваш мне прислал брат Ермека Тайчебекова, Марлен Тайчебеков, мы с ним постоянно на связи, в переписке. Он мне прислал ссылку на этот пост, ваш пост в социальной сети ВКонтакте. И там я обнаружил такие вещи, которые, мягко говоря, меня, ну, возмутили, вы поймете почему. Комментарий к вашему посту. Некто Владимир Андреев пишет, озвучил свои мысли по поводу ваших слов. «Пиши, как есть. По крови в основном жиды-сионисты. Был бы он евреем, то гражданство дали сразу. У нас чиновники в основном евреи, ненавидящие русских. А тут заступник за русских, да еще казах. Вот Путин и его команда только болтают за русский мир, но ничего не делают». Конец цитаты этой мрази, извините за это слово. На ваш взгляд, автор этих слов, он русский по национальности или по состоянию души? Извините за этот вопрос. Русский не может быть националистом. Очевидно, что этот пост писал националист. Русский – это имперская нация. Если ты начинаешь делить страну по национальности, то ты империю не создашь. Русские всегда строили страну, в которой было удобно и комфортно жить всем. Если и были какие-то исключения, то это досадные пятна нашей истории, за которые должно быть стыдно. Олег Анатольевич, к слову, я хотел напомнить нашим телезрителям, прежде всего, те, кто помнит наши программы с участием Мирмека Тачебека, он в своих выступлениях постоянно подчеркивал именно о дружбе, очень тепло отзывался и о казахах, и о русских, и о евреях, и о дунганах, и о немцах. Те, кто жили в Казахстане, жили и живут в Казахстане. Это особо следует подчеркнуть, его обвинение, оно просто по сути своей абсолютно нелепое. Еще один вопрос. Я хочу просто сказать еще несколько вещей, копилку того, что говорил Ермек. В 70-х годах большинство населения Казахстана были русскими. Потом, особенно после перестройки, начали писать себе в равные национальности, нерусские начали уже делить себя на украинцев, русских, записывать как-то по-другому национальности. Многие выехали, да, сегодня русских. Да, совершенно верно, миллионы. Да, да. И продолжает вмешаться количество русских. И много раз мы... Я был в походах в студенческие времена в Казахстане. Ходили из Алматы на Сыкуль, спускались, сплавлялись по рекам. Меня так удивляло уже после перестройки в том числе. Они до сих пор считают всех, кто не казахи, они считают всех русским. И, наверное, это правильно. Да, конечно. Менец, ты украинец, да, еврей. Согласен. Ну, кстати, в Израиле тоже все русские, приехавшие из бывшего Советского Союза. Вы, наверное, это слышали. Еще один вопрос, Олег Анатольевич, в конце хотел задать. После заявления госпожи Захаровой, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, Богдан Беспалько заявил, я его процитирую, «Дело Течебекова свидетельствует о политике выдавливания русскоязычного населения из Казахстана, которая поддерживается властями республики на высшем уровне». Конец цитаты. Означает ли отказ в гражданстве Еремеку, что и в России на высшем уровне фактически поддерживают эту политику властей Казахстана? Так, знаете, обобщать бы я бы не стал. То, что уделять надо защите прав русским, больше сил и времени, это точно. И меня всегда удивляло, что, знаете, у нас между межгосударственных соглашений было очень много между Россией и Украиной. Поставлялись энергоносители со скидкой, много всего, подавались кредиты. И ни разу Российская Федерация ни разу в пакете не задавала вопросы о правах русских на территорию Украины. А ведь эти права ущиплялись независимо. Ну вот президенты менялись, даже при Януковиче были. Например, при Януковиче ввели обязательно перевод в кинотеатрах фильмов на украинский язык. Вот. И я поднял волну среди депутатов. Мы добились увольнения министра культуры, который получал откаты от компании, которая занималась переводом фильмов на украинский язык. Там еще деньги стояли. Вот. За этим всем. Но все равно министра поменяли, а вопрос не решили. И ни разу Российская Федерация не задала этот вопрос. Хотя когда... И тут же мы наблюдали это. Ведь мы наблюдали с первого дня, когда приезжали западные политики. И сразу же первые вопросы, которые они ставили, это вопросы политические, вопросы, там, способствования работе неправительственных организаций, там, каких-то политиков. У меня на глазах, ведь после перестройки Украина, ну, Украина и Россия мало чем отличалась. Те же люди говорили на том же языке и воевали в той же войне. У нас деды воевали вместе. Сколько русских, сколько украинцев на Украине. Вот такое, ну, условно считали, что украинец, русский. Мы все жили как один народ. Вот, и прозападных политиков и активистов, ну, можно было посчитать по пальцам. И я наблюдал, как Соединенные Штаты выстраивают актив, прозападный актив. Как они это делали? Я не так давно встречался с одним российским чиновником, и мы говорили по поводу мягкой силы. Я, вот, Олег, а как ты считаешь, как надо устраивать мягкую силу на постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве? Я говорю, ну, не надо ничего нового придумывать. Возьмите за пример, как работают западные фронты. Это неправительственные организации. Украинцы у нас в Украине были, их было много, выделялось достаточно много средств, и хотя бы филиал даже был в каждом сельском районе Украины. Люди проходили, получали гранты, ездили на учебу в Соединенные Штаты. После этого посольство Соединенных Штатов брало на контроль этих людей и продавливало при приходе к власти следующего президента, следующей администрации, буквально по спискам этих людей, чтобы они сначала получили должности сам глав администрации, какими-то помощниками, советниками в администрацию президента, журналистов, которые должны были получить какие-то рабочие места. Их не бросали, за ними отслеживали. Если у кого-то из них возникала какая-то неприятность, то включалась сразу же вся эта рать, которая писала, бастовала, выходила на митинги, посольство включалось. По каждому рядовому сотруднику, члену неправительственной организации, посол не стыдился ходить к президенту. И когда начался Майдан, вот первый Майдан, студенческий Майдан, который случился, студенческий так его называли. Когда его разогнали, мы взяли списки тех людей, которых задержали. Это практически все, без исключения, был вот этот актив. Сотрудники неправительственных организаций. Потом уже, да, они подключили народ, пускай месяц-полтора начали приезжать в Западную Украину, в основном, с Ухскиева ходить на эти митинги, с Восточной Украины какой-то актив. Но первый месяц это были исключительно вот эти вот люди. И они по каждому, по зернышку сформировали этот актив, ценя каждого человека. А у нас за дружбу с Россией выступало подавляющее большинство политиков и жителей Украины. Но этого никто не ценил. Видите, вот я на свои деньги, у меня был достаточно крупный бизнес, я финансировал антифашистский фронт. Была такая организация. Кроме, была еще одна антифашистская организация, которую финансировали коммунисты. Я знаю, по-моему, помогал джиган из Москвы нашему КПУ. Но я ни разу не встречался с послом Российской Федерации, Михаилом Зурабовым. А Михаил Зурабов регулярно проводил открытые вечера в посольстве Российской Федерации. И ни на одном, ни один из этих вечеров не проходил без участия Петра Порошенко. Ну да, 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 если не стоишь. Да, и вот, скажем, вот так вот мы разбазарили человеческий фактор. Для диаспора, русская диаспора в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, в Украине. В Украине диаспора несложно сказать, да, когда там столько населения русских. То это ведь актив России. Все страны, все западные страны очень плотно поддерживают свои диаспоры. Так что надо поддерживать русскую диаспору в Израиле. И почему? Потому что это люди, которые способны влиять на внутреннюю политику, голосуя на очередных выборах. И это значит, они способны продавливать те решения и разворачивать страну на дружбу с Россией, на какие-то контакты с Россией, на взаимовыгодное сотрудничество. Это очень выгодно, очень глупо не заниматься своими диаспорами. И когда мы говорили о мягкой силе, я говорю, возьмите и делайте так, как за рубежом. Не надо гигантских, если посчитать количество денег, которое потратило на Украину Россотрудничество, уверенно, оно их тратило не меньше, чем Соединенные Штаты. Но на что тратило деньги Россотрудничество? На какие-то круглые столы, на какие-то диктанты по русскому языку, какие-то закрытые мероприятия, на которых участвовали одни и те же люди, после чего шли отчеты в Москву, и никакой реальной пользы от этой деятельности не было. Говорю, сосредоточьтесь на работе неправительственных организаций, посмотрите, как работает Соединенный Штат. Выдаются, знаете, очень легко украсть на трех-четырех проектах. А если их тысячу, как делают Соединенные Штаты, они выдают от тысячи пяти-десяти тысяч долларов, это годовой бюджет одного проекта. Причем большинство из них как раз от тысячи до трех тысяч долларов. Когда журналист пишет какие-то статьи, когда какой-то юрист пишет какие-то иски, и какой-то помощник народного депутата через своего народного депутата и отчитывается потом куратором о том, что он готовится к какие-то законопроектам. И это деятельность, и это получается много маленьких ручейков, которые дают потом большую реку, вливаются в большую реку и дают большой результат. Да, украсть на трех-четырех проектах удобно, а сделать реальную работу надо делать вот так, как делают американцы. Говорю, не надо тратить много денег, сосредоточьтесь на право защитной деятельности, где я неоднократно как народный депутат посещал АБСЕ. Я видел, сколько там всевозможных неправительственных организаций. Я лично выступал по правам русских на Украине. Да, это было еще во времена Ющенко, там посол Украины бросал микрофон, выходил из зала, все такое, но это было неприятно слушать ему. Но все остальные были вынуждены слушать, у меня был такой же голос, как у остальных. У остальных, у тех, кто выступал. И если организовать 10, 20, 30, 40, 50 неправительственных организаций правозащитных, которые будут подавать иски в суд, которые будут приходить к арестованным, которые будут оказывать помощь, юридическую помощь, в первую очередь, которые будут писать обращения в Европейский Союз, «Да, у них есть такая штука, что для них фетиш права человека». Такие отлично, давайте защищать права человека. Все люди одинаковые. Русские такие же люди, как эстонцы, немцы, евреи. Давайте бороться за права русских. Когда я приехал в Российскую Федерацию, у меня еще оставался, пока у меня не отобрали бизнес на Украине, у меня оставались еще какие-то деньги, я набрал юристов, которые работали по Украине. Мы помогали биркутовцам арестованным, мы помогали арестованным активистам, которые боролись против Майдана. Мы достаточно много денег внесли, и многие товарищи, которые сейчас находятся в Российской Федерации, были внесены залоги. Но я финансировал, тянул, тянул это, но я не могу сравниться с государством. Где-то на каком-то этапе у меня уже семья сказала, хватит, давай как-то сворачиваться. И как я был вынужден свернуться? Но никто ведь не подхватил. Ведь это смешные деньги. И почему у нас только один адвокат на всю Украину, который точечно, где-то, по каким-то самостоятельно за счет своих денег включает? А что делают все эти Россотрудничества? Зачем нужно столько посольских сотрудников с сумасшедшими бюджетами? Зачем они все нужны, если русские чувствуют себя на Украине незащищенными, если некому защищать? А механизмы есть. Есть механизмы. Во-первых, внутри Украины судебная система, знаете, она, все-таки Украина, она как бы там не выстраивали вертикаль власти, ее там нет. И через суды очень многое можно решать. Вот я сейчас достаточно плодотворно борюсь с рейдерами, которые у меня там, командой Игоря Коломойского, которая подбирала у него бизнес. Да, я выигрываю суды, хотя я считаюсь врагом Украины. Но там все очевидно. Точно так же можно защищать наших активистов. И, знаете, с каким бы воодушевлением люди бы воспринимали эти победы на Украине, они бы чувствовали себя защищенные. Вот этим надо заниматься. Мы заключаем гигантские контракты. Какие-то деньги, просто какие-то абстрактные цифры с нулями, много-много нулей. А ведь потратить-то нужно совершенно небольшие деньги. Ну, знаете, хорошие юристы, причем наши сторонники, которые готовы работать, ну, буквально там, за очень небольшие деньги, рисковать собой. Хотя у меня была такая ситуация, когда мы вытаскивали ребят из Одессы и Харькова задержанных. Их в зале суда, ну, в основном это были мальчики, вручали сразу же повестки в АТО. А они, ну, не хотели идти в АТО, потому что они были категорически против АТО. Не потому что они боялись, а потому что они не хотели идти воевать в гражданскую войну. Мы тогда начали подбирать девочек. Вот девочкам уже повестки не могли вручить в суде. Потом у меня двух адвокатов сбивали машинами. Вот они выходили из суда, машина разгоняла, сбивала. И они не сдавались, они продолжали ходить и работать. Они, ну, надо было просто погашать их накладные расходы. И такие люди в Украине есть. Есть люди, которые готовы работать за идеей, им нужна всего лишь помощь. И такое, такое большое, сильное государство, как Российская Федерация, хотя с таким большим, мощным бюрократическим аппаратом не может организовать эту работу. Это очень прискорбно. Олег Анатольевич, спасибо огромное за это очень откровенное интервью. Спасибо за ваше мнение. И будем надеяться, все-таки я оптимизирую. У меня к вам просьба. Я разместил я разместил этот пост про Ермек у себя в Телеграм-канале и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. И многие мне пишут, просят дать какие-то координаты, готовые перечислять какие-то средства. Свяжитесь с братом Ермека, пускай он напишет мне. Вы мой телефон знаете, и мы попробуем чем-то помочь. Я что-то перечислю. Наши... Спасибо. Как это по-украински? Однодумцы? Ну, Марлен. Русские единомышленники. Попробуем что-нибудь собрать. Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич. Спасибо. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.